Здравствуйте, это программа Бункер С и в студии ее ведущая Денис Коршиков. Добрый день. Ольга Гладкова. Добрый день. И я, Илья Табуев. Мы продолжаем обсуждать новости. В Самарской области проведут проверку потребительской корзины. Продолжение следует. Группу по актуализации показателей возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. Я хочу увидеть фотографию. Кого? Мне кажется, Гугл в помощь. Это понятно, просто мы должны понимать. Сравните размеры? Конечно, размерный ряд, состояние здоровья, что человек адекватно будет оценивать эту корзину. Согласен, согласен. Ведь каждый ест по-разному. Может быть, она попалась в руки каких-то диетологов и питается. И одного яйца на три месяца. Да, да, да. Достаточно. Да. Нам у целью нужно три, как минимум. Каждому. И каждый день. Мне очень понравилась. Помните инициативу одного из депутатов, не помню какого региона, который на сумму вот этой продуктовой корзины, сколько она там сейчас составляет? Порядка, сколько, трех тысяч рублей? Попробовал уже. В общем, даже прожил целый месяц. И потом, во-первых, похудел, стал здоровее. Так вот, вероятно, после вот этого резонансного случая и приняли решение, что все-таки как-то показатели нужно немножечко обновить, проапгрейдить. Выбрали ответственного и сейчас будут измерять. А вот вы когда-нибудь сами, коллеги, замеряли, сколько вам нужно молока, хлеба, яиц, мяса, рыбы, колбасы? Илья, вы чем питаетесь? Вы настолько худой, что, мне кажется, ваша продуктовая корзина в штуку уложится. Он соль ест. Сено и соль, как лось практически. Но нет, мы здесь говорим о нормативах. То есть здесь пытаются задать некий стандарт, чтобы человек, наш гражданин, в месяц минимум должен потреблять. Минимальный размер, оплата труда. Минимум литр молока, не знаю, полтора яйца, буханка хлеба, кусок мяса, рыбы и колбасы. То это выборка, на основании которой мы будем делать такие выводы. А вообще, конечно, коллеги, хотелось бы, чтобы вот эта инициативная группа во главе с министром труда региона все-таки как-то не скупились и делали продуктовую корзину побольше. Я сейчас не за себя прошу, а вот за таких худых людей, как Илья и Ижи с ними. Потому что давайте как-то относиться более продуктивно к потребностям людей. Нам можно поменьше делать корзину, а вот тем, кто нуждается, побольше. Самара вошла в топ-10 самых коррупционных городов России. Тут уже гордость у меня охватила. Его составило агентство Zoom Market. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Им задавали всего лишь три простых вопроса. Приходилось ли давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти, как часто, и когда это было в последний раз? Так. В итоге самыми коррупционными городами стали Махачкала, Нальчик и Владивосток. В Москве никто взяток не был. Не-е-е. Самара на девятом месте между Брянском и Ростовом. Нет без тревог, ни сна, ни дня, где-то жаленько плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Правда, что мы хоть наконец-то в каком-то топе, что мы в десятке. Вот я говорю, это очень позитивная новость. Правда, вот у меня вызывает сомнение, что это за агентство Zoom Market, что это за инструменты для анализа. Даже если вот эти самые вопросы задавать в любом городе, в котором население меньше миллиона, на них на все будет совершенно один ответ. Да, часто сегодня. Потому что... Вчера, сегодня только встал. Эти города, как правило, достаточно близко знакомы друг с другом, люди, которые в них проживают. И вот эта вот история там будет достаточно... По-братски. По-братски популярной. Поэтому я вот совершенно не удивлен, что ни Москва, ни Санкт-Петербург в него не попали. Потому что там, во-первых, задавать этот вопрос некому. Вот там вам никто никогда правду не скажет. Ну потому что там много автомобилей и метро. Слышишь, в метро кому-то вопросы задать тебя затопчут. А тут еще, видите, закономерность какая интересная. С юга России на уменьшение идет, так сказать, рукоприкладство корпоративное. То есть на севере уже вообще взяток нет. Прямо пропорционально. Может быть, честность так же. С ада в рай. Понимаете? То есть горит внизу. То есть в Махачкале и в Нальчике самые честные люди. Самые нечестные люди. А потом вот уже меньше. Уже кристалли. То есть в Махачкале и в Нальчике попроще относятся, ну вот, так сказать, к этой проблеме. То есть, ну как бы, что там, как совершенно точно Илья сказал, настолько все побратимо двор в двор, что не составляет труда даже обменяться, просьбу, так сказать, на услугу. А вот на севере попробуй докричить до соседнего. Постаги БДД. И попробуй там кому-то. Никого нет, холодно. Все спрятаны. Да, руки никто из карманов не вынимает, потому что греют их. Да, поэтому все, все сходится. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы на нашего города вообще в этом списке не было. Когда-нибудь так обязательно произойдет. Россиянам хотят бесплатно раздавать продукты со стекающим сроком годности. Та-дам! Такую поправку готовят в Госдуме. В настоящее время во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так. Напоминают депутаты. То есть депутаты об этом даже знали. То есть они нам напоминают. Поэтому такую практику необходимо вводить в Россию. Например, раздавать продукты хотя бы за день до истечения срока годности. Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно... То есть его можно. Будет еще 2-3 дня. Буквально вчера была прочитана новость, что в Санкт-Петербурге Роспотребнадзор запретил выдачу хлеба с истекшим сроком пенсионерам. Бесплатно выдачу хлеба с истекшим сроком пенсионерам. Потому что они побаиваются, что все-таки, если есть такие нормативы, когда у продукта есть срок годности, то выдавая его вдруг, если случится какая-то пищевая оказия, то это подсудное дело. Да и вообще, кому нужен этот главняк. Самое обидное, что практически чуть ли не на глазах этих наших бедных пенсионеров этот хлеб изымают и сжигают просто. То есть получается, что срок годности тоже переломить они не могут. Хотя в Европе и вообще во всем мире, если у нас написано «годен до», то на иностранных продуктах написано, что он сохраняет свои качества в этих пределах. То есть лучшие качества продукта не строго «годен до», как у нас, а в каких-то временных рамках. То есть потом его, пожалуйста, кушай, но, так сказать, ответственность производитель себя снимает. Это абсолютно одинаковые те же, что и у нас, но просто вот такой подход. В этой стране нет ни одного человека, который не пробовал бы просрочку. Вот я вас уверяю. Ну, шоколадка, что ей будет? Ну, даже молочек. Вот она логика! Я тебя уверяю так. Что не то, что шоколадка, это консерва, да что ей будет? Печенье, да что ему будет? Нет, консервы я побоялась просрочную. Признайтесь честно, вы едите просрочку у себя дома, молочку, там, еще что-то? Молочку я могу сказать, что потом я буду такой же худой, стройной, как и я, если буду есть. Просрочную молочку. Может быть, он должен этим лайфхаком пользоваться. Ну, то есть для вас принципиально, если подошел срок, вы выбрасываете. Ну, я про продукты такие, как консервы, мясо, там, сосисоны, там, молочку я не буду есть. То есть вот шоколад, печенье, хлеб, ему ничего не будет. А сало? Ну, я не ем саму салям. Ничего не будет. Очень много продуктов. Если сейчас вот мы с вами отправимся в продуктовый магазин, мы с вами будем идти, говорит, да этому ничего не будет, да этому ничего не будет. И если это начнут раздавать... Кубики курильные, да? Чего им будет? Чего им не будет? В общем, нужно так же, как и во всем мире, вешать вместо годин до best before. Best before. Да, и не заморачиваться со сроками, если, конечно, это не сосиски в холодильнике у Оли. ГИБДД России поддержала предложение по уменьшению размеров дорожных знаков. Пилотный эксперимент, который прошел проверку в пяти регионах, теперь будет распространен на всю страну. Минимальный размер знаков понижен до величины 40 на 40 сантиметров. А в отдельных случаях допустимо 35 на 35. Это почти вдвое меньше прежнего стандарта. Инициаторы аргументируют, что такие таблички удачнее вписываются в окружающую среду. Не загораживают обзор пешеходам. Кроме того, микрознаки можно вешать даже на домах, если на дороге не хватает места. Наконец, по стоимости они дешевле нынешних. Надо было советоваться последней фразой. Не на конец, а, так сказать, знаки маленькие стоят дешевле. Поэтому мы их так и сделаем. Ну это же вообще... Да, да. Это даже не Ивлева. А вот есть же ведь люди, которые, так сказать, не всегда хорошо видят, например, согласитесь. Кажется, в ГИБДД пришел человек... Крот. Нет, очень уверенный в себе какой-то чин, который решил все уменьшить. Который решил все уменьшить. Я так думаю, что раз пошла такая свадьба с уменьшением знаков, то и все в ГИБДД нужно уменьшать. Начать нужно, естественно, с автомобилей. Пересадить весь полк ДПС на Матизы. Круто, бро. Во-первых, так сказать, они будут сочетаться с теми новыми дорожными знаками, которые уже будут развешаны. Ну и продолжать уменьшать палочки. Палочки, да. Да, до размера, как Ольга говорит, стандартный ивлевский размер. Стандартный ивлевский размер. Да. Потом далее переходить уже и на форму. И людей надо брать. Вот как, знаешь, танкистов берут. И высоких же не берут. Так же и сотрудники ДПС. И космонавтов. Да, да, да. То есть установить рост. О, метр 50. Чтобы он, знаете, как в Ирландии, чтобы они, как гномики, выскакивали из бугорков снежных. Да, что-то там пытались установить. На маленьком Матизе. И, соответственно, вы что, знак не видели, а его действительно не видно? Я тебя-то не вижу. Соседский мальчонка. В общем, переходим с размеров весомых в ГИБДД на игрушечное восприятие. Трамвайного маршрута номер 15 в Самаре до мая сняли кондукторов. Пассажиры будут оплачивать проезд через валидаторы. Ого! Валидаторы – это бесконтактный прием платежей. От слова валидол. Ну, скорее всего. Об этом сообщает мэрия. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оплачивать можно будет только во время остановки, а выходить из трамваев через переднюю дверь. В мэрии уточнили, что это претестовое мероприятие для перехода на бескондукторную систему оплаты проезда. Кто будет следить за тем, чтобы человек оплачивал? То есть водитель на трамвай будет, как маршрутчик, вот так вот воплотили, воплотили, да? Ну, то есть, а потом, представляешь, вот если час пика, нагруженный автобус, и ты зашел, вот такой, добежал к заднюю дверь троллейбуса или трамвая, и чтобы тебе выйти, надо, чтобы открылась перед дверь, ты вышел, и только потом открыть другие двери, и как-то так странно выглядит вообще. Ну, нужно протестировать, действительно. В Москве-то уже давно нет кондукторов-то. Все альются? Нет, у них как раз валидаторы все по такому же принципу. Ну, тут же фишка-то какая. Здесь, на самом деле, водитель-то, может быть, и не будет сильно обеспокоен тем, оплатил ли пассажир или не оплатил. Здесь будут... Турникет! Нет, я так думаю, что как-то в темную расставлены вот эти проверочные, как их называют, ревизоры, наверное, да, которые потом... Тайный покупатель. Раз пять оштрафуют нерадивых зайцев, и уже сразу все будут автоматически, проходя через, так сказать, первую дверь, оплачивать и стараться делать это все, так сказать, правомерно. Поэтому, наверное, тут даже водителям будет абсолютно все равно, а проверка, да, здесь нервов нужно покрепче и побольше, поэтому, наверное... Ну, может быть, как раз вот оставшиеся без работы кондукторы будут... Ревизорами, да. ...в рейдерские захватки. Или же они могут стать, между прочим, водителями. Это была программа «Бункер С». С вами был ее ведущий Денис Коршков. Всего вам доброго. Ольга Гладкова. Хорошего настроения. И я, Илья Табуев. Мы откроем все двери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова